Здравствуйте, дорогие друзья, меня зовут Алексей Душка, я журналист, и сегодня у меня в гостях Александр Антонюк, политический эксперт. Александр, здравствуйте. Приветствую вас. Сегодня будем говорить о следующих вещах. Превращается ли Россия в страну-концлагерь, сбитый или все же упавший беспилотник Соединенных Штатов Америки, и Россия готовит своих зрителей к поражению. Точнее, не Россия, а российское телевидение, пропаганда. Но об этом, обо всем мы поговорим сразу после того, как ответим на вопросы от наших зрителей. Напоминаю, что это Блицин-тревью, короткие вопросы, по возможности короткие ответы. И вот следующий вопрос. Кремль может ввести войска в Грузию, интересуется зритель. Теоретически может, на практике сил у них как таковых нет, но провокации Грузии все-таки возможно ждать, особенно если об этом попросит правительство Грузии. Россияне теперь бегут из Грузии в Россию. Они больше боятся протестов народов, чем того, что их могут забрать на войну в России. Россияне прекрасно понимают, что в случае поражения, чего мы желаем поражения правительству, протистояния с гражданским обществом, русским гражданам придется определяться даже в публичном, что касаемо войны. Поскольку они боятся это делать и не всегда они готовы осуждать действия Путина, то, скорее всего, им проще вернуться в Россию. Ну и плюс, наверное, может быть и деньги закончились. Война в Украине будет предметом спекуляции на выборах в Соединенные Штаты? Да, но во внутреннем праймизе будут общаться, точнее, конкурировать в тезисах, как лучше и быстрее помочь Украине. Но будет опять же такой, как Трамп, который будет рассказывать, что нужно договариваться с Россией. То есть даже такой тезис, к сожалению, будет иметь место на избирательной кампании. Поэтому это тоже конкуренция. И в данном случае это как раз и говорит до того, что деоккупировать наши территории нам желательно на протяжении этого года. Если Навальный завтра станет президентом, в России что-то изменится? Нет, изменить Россию лицом Навального или другим каким-нибудь лицом невозможно. Сделать вид, что что-то меняется, как это в 90-х годах при Ельце, чтобы возобновить коммуникацию с Западом и попробовать снять из себя часть санкций, это возможно. Но по своему существу изменить Россию невозможно. Эта страна должна распасться на несколько десятков республик. Но и все равно, так или иначе, эти даже республики будут под протекторатом внешнего мира. Начиная от Китая, заканчивая опять же той же Турцией. Хорошо, это были вопросы от наших зрителей. Теперь давайте поговорим о том, что интересовало нас последнюю неделю. Вот я выбрал следующие такие моменты. Россия готовит, российское телевидение готовит россиян к поражению. Или может быть я не прав, вот объясните заявление Симонян, которое рассказало в эфире, что Украину они победили первые три дня. Когда взяли Гастомили и уничтожили все силы украинские вооруженные. Вот прям все. А потом оказывается, началась у них война с НАТО. И тут уже пошло все не так, как надо. Я так понимаю, это все-таки готовка к проигрышу. Или какой-то такой момент, где они это пробуют. Вот как это подать правильно. Или я ошибаюсь? Кто руководит Россией? ФСБ. Если мы сегодня просмотрим несколько ютуб-каналов, очень интересных, появились в России, но они и были раньше, которые под координацией Федеральной службы безопасности. И там действительно, я уже не помню название, но я сразу скажу, что это один из каналов, где часто выступал и выступает такой персонаж, как Гиркин Стрелков. И вот что меня заинтересовало, что на этих каналах появился сначала персонаж такой, как Александр Рудской. И что самое интересное, этот человек озвучивает очень рациональные вещи, за которые, в принципе, любой гражданин уже бы сидел 15 лет в тюрьме. Он говорит, тут позиция номер один. Русские войска или российские вооруженные силы не могут решать подобного рода характера операции. И если они не могут это решать, то с этой темой нечего влазить, особенно в чужую независимую страну. Это одна из цитат его выступления на неких там таких мероприятиях, где присутствует бизнес. Малый, средний, не имеет значения. Просто говорю о тенденциях. Тот же Марков, который приходит в гости, да, после того, как выступит у Соловьева, условно, приходит на этот YouTube канал. Очень интересные вещи тоже рассказывает. С этого я делаю вывод, что ФСБ, понимая всю упадочность ситуации на войне, запустила уже параллельную линию. Опять же, не замену, а параллельную линию. Понимая, что проигрыш войны с Украиной приведет на территорию России большую-большую смуту. Да, то есть, ну, там реально будет проблема, учитывая даже присутствие вот этих частных вооруженных компаний, да, то есть ЧВК, преступных компаний. То есть, я сразу скажу, что гражданские войны на разных территориях им грозит. И Россия, Российская Федерация действительно имеет угрозу распада. Так вот, чтобы сохранить эту территорию, я, это опять же мое мнение, я допускаю, что тот же Рудской может быть один из политических таких проектов, временных, для того, чтобы удержать эту ситуацию. Объясню, почему я так думаю. Потому что в России Рудского еще помнят, особенно старшее поколение. Мы же понимаем, что там избиратель очень-очень стареет, а демографическая ситуация в России плачевная, не сказать, упадочная. Да, то есть, и появление этого человека, он как раз, вот почему я говорю, что с него проще будет сделать президента ФСБ, потому что правильный тезис, опять же, тот же статус, понимание процессов. И главное, к нему нет замечаний со стороны Запада. Так вот, в контексте этого, я думаю, что именно ФСБ, то есть спецслужбы России, которые являются по существу руководящей элитой Российской Федерации на всех ветвях власти, они таки готовятся вот к такому сценарию. Хорошо, если к этому готовится ФСБ, что это означает для других? ФСБ будет проводить зачистки, отстранение или ФСБ вступит в конфликт с армией, не знаю. Будут и зачистки, будут войны, будут интриги, но когда мы говорим о смене власти, особенно если мы рассчитываем на дворцовый переворот, потому что Россия по-другому не меняет своих властелинов, то есть это вообще традиция русской империи, то, скорее всего, она, понимая, что поскольку такую традицию победить нельзя, то можно ее возглавить. Поэтому это как в 90-х годах частично запустить, опять же, своих завербованных людей, условно, которые будут косить под демократов, а другие будут косить под оппозиции. Потому что в любом случае в России будут, как говорится, вот условно моделируем ситуацию, русской идет с какой-то командой или кто-нибудь другой, но там он будет присутствовать. То есть условно адекватный персонаж. Опять же, будут там какие-то политики, какие-то либералы, но это будут те же ФСБшники. А параллельно будет идти условно с радикальным настроением тот же Гиркин, который будет поддерживать и взращивать настроение реваншизма. Потому что реваншизм все-таки будет доминировать в Российской Федерации. И тут будет зависеть то, насколько России будет выгодно сегодня попытаться снять из себя санкции. Потому что мы же понимаем, что процесс это будет очень долго. И вообще, насколько это можно будет вообще реализовать этот сценарий, то есть сохранение Российской Федерации. Тут в помощь, скорее всего, и может прийти Китайская Народная Республика. Которая по существу будет осуществлять экспансию на государство Российской Федерации. И на экспансию именно на политические процессы. Вводя там, возможно, такие свои, более свои интересы, которые будут, ну, условно, вассалами, как хотите. Но, опять же, это будут точно не китайцы. Это, скорее всего, будет, опять же, завербованные, условно, назовем, политические игроки. Ну, опять же, менеджеры и чиновники и так далее. Тут я как раз вижу в этом плане и работу ФСБ, которая будет именно в процессах и переговоров, вербовки, да, и по существу синхронизации под политику и, грубо говоря, под протоколараты именно Китая. А с другой стороны, смотрите, страна превращается в концлагерь, потому что в России будут сажать в тюрьму до 15 лет за фейки об участии в этой СВО, как они ее называют. Эта густума приняла такой закон. Получается, что Путин пытается сохранить таким образом свою власть, загоняет всех по углам, чтобы после проигрыша он не потерял бразды правления. Или этот закон для чего-то другого придуман? Он придуман, в принципе, именно для того, чтобы сейчас поддерживать этот процесс, да, потому что, когда пойдут процессы осмотра, поверьте, этот закон уже работать не будет. А сейчас для того, чтобы удержать эту ситуацию, этот закон был придуман, он разрабатывался еще раньше. Изначально, да, еще в феврале прошлого года его постоянно усовершенствовали. Ну, оно считается в каком плане? Для того, чтобы всех вот этих либералов или тех, которые имеют намек на адекватного человека выдвинуть со страны, опять же, мы можем с вами вспомнить, есть несколько там актеров, которые, в принципе, поддерживают Украину. И вот актер Назаров, да, который снимался в кухне, который снимался в Украине у нас в разных ток-шоу. Тут же Андрей Макаревич из «Машинное время», да, люди, которые должны покинуть, в принципе, эту страну. И на взгляд, опять же, того же Путина и все вот этой фауны, не мутите воду. Ну, и оставить лояльное население в России, которое, в принципе, будет готово, опять же, быть вот этим пушечным мясом, которое сможет пополнить недостачу вооружения своими телами. Я думаю, вот этот закон, он решает частично именно вот эти задачи. Потому что, когда вот будет проигрыш до оккупации наших территорий, никакой закон Российской Федерации уже работать не будет. Там будут работать понятия и, опять же, оружие, которое будет осуществлено во внутренней политике Российской Федерации. Там уже будет другая дискуссия. Но, опять же, если учитывать, что если будут побеждать реваншинское крыло, которое координирует ФСБ, то этот закон, скорее всего, останется. Именно, в принципе, он даже и при русском расставится. Потому что этот закон очень интересен даже любому тоталитарному режиму, в том числе и Китаю. Перед самим падением Путин кого-нибудь уберет, как Сталин? Путин, с одной стороны, зависит от этого окружения. А с другой стороны, это окружение не может вообще самостоятельно принимать решения. Это коллективный Путин, коллективное ФСБ. И от того, что он кого-нибудь уберет, ситуацию ни для него, ни для России это не изменится. Там должны быть глобальные процессы. И успеет ли... Ну, условно, кого он может убрать? Кого он может сделать, казалось, отпущение? Ну, Шойгу. Может? Может. Это повлияет как-то на ситуацию в целом? Нет. Ну, Патрушев, это тоже как-то, мне кажется, Патрушев как раз он и не зацепит. Поэтому, если это будет... Мне кажется, он вообще боится Патрушева, где-то так опасается, может быть. Нет? Ну, потому что он Патрушев птенец из той же колоды, из того же инкубатора, что и Путин. Путин, я думаю, он вообще боится ФСБ, да? Детем, чьим он является. И, в принципе, он это правильно делал. Потому что он прекрасно понимает, что предательство будет из того, кто его, в принципе, и породил в данном случае. Ну, попытки, скорее всего, будут. Но, опять же, я еще 24 февраля, вот в первые часы вещания, как только, вот в 6.20, по-моему, я в эфире одного из каналов, еще не было марафона, так и сказал, что Путин не умрет своей смертью. Ну, тут просто момент, просто поймите правильно, что уже не в Путине одном проблема. Путин, это является коллективным продуктом целой России. И, к сожалению, в настроении вот этого большинства, которое в свое время голосовало за единую Россию, за Путин и так далее, вот этот реваншизм и вот этот русский шовинизм, терроризм у них, к сожалению, остался. И этот народ требует лечения на несколько поколений, потому что со старшим поколением вы уже ничего не сделаете, а вот с молодым нужно будет работать, чтобы их потом дети были более адекватны, чем их родители. Ну, кстати, да, я тут вас полностью поддерживаю, потому что у меня есть соцсети, в которых мне пишут и старшее поколение, и поколение даже младше меня. Так вот старшее поколение желает мне только одного. Сами понимаете, чего, да? А вот более молодое поколение, оно пытается что-то как-то объяснить свою ситуацию, почему так, вот почему не так, вот где-то не то, чтобы извиниться, но они пытаются сказать, что все не так однозначно. Я говорю, ребят, все однозначно. Ну, хорошо. Ну, они бы хотя бы полемизируют, да, тут я с вами согласен. Ну, опять же, тоже не все, тоже не все. Да, да, но хотя бы мы же понимаем, что изменение эволюционное, оно требует времени, оно требует ресурсов. И вот если эти дети, ихние дети будут другими, а дети этих детей, то есть внуки этих детей, да, вот там уже, возможно, будут намеки на более адекватную ситуацию. Потому что, ну, по-другому, ну, про природа по-другому процессов эволюции не знает. Это такая правда, это должны понимать и в России, это должны понимать в Европе, это должны в первую очередь понимать мы, потому что это касается в первую очередь нашей безопасности, да, потому что после войны, наверное, появятся через там лет пять какие-то политические движения или гражданских вот этих общественных, которые, что нужно уже начинать выстраивать мосты дружбы и понимания с Россией. Такие движения могут начать. И опять же, мы можем это увидеть на примере Грузии, которая в 2008 году пережила войну, да, оккупация своих территорий и в результате сегодня мы имеем дело с пророссийским правительством Грузии. Да, вот это как раз настроение, я об этом тоже хочу говорить, потому что та ситуация в Грузии, это риски, которые нас тоже ждут. Сбитый или все же упавший беспилотник? Давайте в этой формулировке разберемся, есть ли разница в ней? Есть, конечно, потому что упавший это случайность, чисто случайность. Что такое беспилотник, который вчера упал в Черном море? Это большой самолет и технической неисправности маловероятно, особенно когда мы слышим официальный отчет про то, что непрофессиональные действия пилота. Это было намеренное сбитие беспилотника для того, чтобы русские поднимают, опять же, ставку. Понимая, что Соединенные Штаты Америки не будут отвечать, стояем на сегодня, за этот сбитый беспилотник. Опять же, это очень хороший козырь для русской пропаганды. Вот смотрите, я помню, когда упала ракета Ц-300 на территорию Польши, первых три часа русская пропаганда, глаза бегали, страх, молчали, страх, потому что вот тут был риск, ну неужели мы будем воевать с НАТО? Я помню, как Скобеев, я говорю, да ну, да быть не может, то есть был страх. Как только вышла позиция, что это, ну возможно, украинская ракета и так далее, а Россия дипломатические уступки воспринимает как слабость. Сразу пошла агрессия, мы в НАТО, смотрите, они боятся и так далее. То есть мы их будем побеждать, это история с беспилотником. А учитывая выступление Дональда Трампа, оппозицию мы его знаем, то есть это как раз та история, которая идет в синхрон. То есть тут мы поднимаем ставку, даем возможность нашей пропаганде оправдать и показать, кнуть Соединенные Штаты Америки особенности Байкона носом, показать, что НАТО это профанация. С другой стороны, Дональд Трамп будет говорить то же самое, почти то же самое. Вот в этом плане, в этом контексте я понимаю, что сбитие этого беспилотника было очень четко спланированной спецоперацией. Поэтому, как бы это сейчас цинично в эфире не звучало, я и многие мои коллеги считают, что НАТОвским пилотам нужно сделать зеркальную ответочку. Особенно когда русская авиация, русские самолеты часто нарушают воздушные пространства стран НАТО. Особенно это заметно в Балтийском море. Тоже где-то случайно действовать непрофессионально и случайно сбивать, утопить русские самолеты. Это вот несколько таких эпизодов очень серьезно поставят Россию на место. Даже один сбитый самолет надолго заставит Россию от этой практики отказаться. Давайте вспомним, как это было в свое время в Турции, когда Турция сбила русский самолет. Вот один-таки два случая и поверьте, этот вопрос уже долго очень будет не подниматься. Я думаю, почему-то я убежден, что именно так и будет. То есть считаете, что в этом вопросе у НАТО кишка не тонка? Думаю, что нет. Потому что каждая уступка или игра в дипломатическую игру с Российской Федерацией заканчивается еще большей эскалацией со стороны России. Поверьте мне, если бы на российский беспредел еще в 90-х бы отреагировали, мы бы сегодня не воевали. Это отдельная история про ядерное оружие и про наше членство НАТО, если бы в 2008 году, уже когда пошла война в Грузии, и нас, и Молдову, и опять же Грузию взяли бы в НАТО и удержали бы ситуацию, войны бы сегодня такой кровавой бы не было. Но и шли на уступку. Играли вот эти договоренности, да, еще согласно там Варшавского договора, то есть в принципе и Украина, то есть страны, бывшие страны Советского Союза все-таки оставляли под влиянием России. Вот опять же, да, и это чем заканчивается? Заканчивается войнами, оккупациями, убийствами, мародерством, разрухами и так далее. Там, где приходит русский мир, процветания быть не может. Его нет. И это должны понимать, я же пример с Польшей привел, да, вот как пример один. Это должны понимать в НАТО, это должны понимать в Белом Думе. Я думаю, что это понимают. Просто возможно идут какие-то процессы, да невозможно точно, по замещению или, скажем так, по созданию тех или других экономических возможностей в Соединенных Штатах Америки. То есть изменяются алгоритмы цепочки в бизнесе, в экономике и, наверное, таки наращивается военный потенциал. Просто про это, наверное, публично говорить тоже не совсем стоит. Но все прекрасно понимают, что такое эскалация со стороны России, особенно при поддержке Китая. Потому что Россия сегодня, к сожалению, не одна такая страна. А если учитывать количество населения, которое проживает в странах с тоталитарным режимом, мы понимаем, что это большое количество на земном шаре. Это, в принципе, эскалация, которая может действительно закончиться очень большой войной между вот этими режимами с использованием того же человеческого ресурса. Поэтому, я думаю, что понимание сегодня, что Россия это только начало, это только инструмент в таких вот, ну, третьей мировой войны, возможно, то реакция своевременная со стороны именно НАТО, мы уже сегодня говорим, да, любой страны НАТО, может оттянуть или поставить тоже Россию на место и не допустить того, чтобы это недогосударство с нацистским террористическим режимом расправляло сегодня свои плечи. Поэтому, будем надеяться, что НАТО ответит очень четко и планомерно. И, как вы это сказали, непрофессионально, профессионально потопит несколько самолетов, которые нарушают границы НАТО. Давайте теперь ответим на второй блиц, это вопросы от наших зрителей, на которые отвечаем по возможности коротко. И вот такой вопрос интересует зрителя. Вагнер, все? Путину больше не нужен, пригожен? Путину пока что не нужен пригожен в своем самом ближайшем окружении. Но, поскольку пригожен это часть проекта, который курирует Федеральная служба безопасности, то списывать пригожена невозможно. Пригожен будет все тогда, когда он будет двухсотым. Другого варианта у него нет. Но в состоянии того, что пригожен уже начинает озвучивать, что они ЧВК Вагнер хотят переформатировать в военно-политический проект, то это, скорее всего, идет разговор сегодня о переформатировании. То есть, скорее всего, что проект пригожена будет поставлена задача заменить такой проект, как ЛДПР, который, в принципе, и отвечал за эти настроения, но который сегодня уже не взлетает. Скорее всего, это выглядит так. А вот насчет личности самого пригожена, если он будет не устраивать Путина или будет вызывать какие-то подозрения со стороны ФСБ, а, скорее всего, так и будет, то, скорее всего, его просто тупо уберут. В том же Бахмуте что-то случайно прилетит. Причем будут говорить, что это было либо украинское ДРГ, либо украинский снаряд. Под этим видом вполне возможно. Может быть, позже, потому что на его место есть тот же Гиркин-Стрелков. Поэтому личная жизнь пригожена, в принципе, под большим вопросом. А личная жизнь Кадырова? Тоже. Тоже под вопросом по-русски. Говорят, говорят, ну то, что я видел по картинке, ну я, конечно, не врач, но если послушать некоторых экспертов, то говорят, что у него большие проблемы со здоровьем. Именно поэтому Кадыров сегодня представляет своего преемника, то есть своего сына. Вот в этом вопросе, да. Ну, опять же, видим империя. Империя начинает уже трещать. Еще говорить о том, что капитальная стена упала, невозможно. Но уже процессы какие-то идут. Поэтому, да, я же говорил, со стороны Федеральной службы безопасности будут предприняты все возможные и невозможные приемы для того, чтобы сохранить вот эту страну. Получится? Это уже под вопросом. Но они пытаться, конечно, будут. А то, что Кадыров, ну а кто сегодня Кадыров? Вообще в России нет субъектных политиков. Есть плюс-минус субъектные исполнители. Но Кадыров без Путина это тоже полный ноль. Потому что в той же Ичкерии его быстро впорвут. Как только перестанут приходить денежные поступления на бюджет и в кошелек Кадыров, который удерживает Чечню, как только, скажем, ФСБ и вот эта репрессивная силовая машина перестанет контролировать вот эту ситуацию. Даже среди внутренней армии чеченцев все равно найдутся несколько, скажем там, сотен или тысяч людей, которые могут развернуть оружие в другую сторону. То есть, ну, Ичкерия это чуть-чуть другая ментальность. Тут я уже как бы вникать не буду. Но как только вот начнут поднимать вопрос исторической памяти, а чеченцы это все хорошо помнят, а как только империя начнет рушиться, то семья Кадырова вполне возможно будет и не поздоровать, потому что джихад никто не отменял. На кого рассчитывает Путин в случае переворота? Мне кажется, в случае переворота уже ни на кого. Опять же, тут, скорее всего, на Сильзепине, наверное. Тут вопрос просто, где он закончит свою жизнь. Он, конечно, будет пытаться все сделать возможно, чтобы сохранить свою жизнь, свое влияние, как минимум до 36-го года. Потому, скорее всего, он будет рассчитывать, опять же, на ФСБ. То есть, а если ФСБ примет задачу его и порешать, то тут уже вопрос не в расчете. Тут вопрос, он прекрасно понимает, чем он закончится. Жив он точно не останется. Это будет под разными видами, то есть инсульт, инфаркт, ДТП в меньшей степени, падение самолета тоже возможно. Поэтому, мне трудно сказать. Скорее всего, он сейчас делает все возможное, чтобы сохраниться. А если не получится, то тут... Знаете, как из разряда конспирологии. Возможно, опять же, на ФСБ, то есть, учитывая, что, как говорит Кирилл Уданов, что есть как минимум три, он знает за трех двойников, то тут, скорее всего, может быть, что его отпустят где-то доживать в каком-то бункере или в каком-то там его особняке в Красноярском крае, условно, да, под видом секретности и под видом то, что это не Путин, он военник. То есть, такой вариант я тоже не исключаю. Но, опять же, официальность МИК Путина все равно будет не своя. То есть, в любом случае, он точно уйдет не по своей инициативе. Проигравший Россию, у Путина есть шанс сохранить власть? Да. Да, на какое-то время, значит, репрессивные машины, те законы, которые мы с вами обговаривали на начале нашей встречи, да, то есть, как раз и должны частично или полностью решить эти задачи. Потому что, если нет толковой оппозиции, ее там нет, то некому особо подниматься на ноги, да. То есть, парад суверенитетов и смута начнется не из демократических процессов, не потому что восстал народ, а потому что в регионах, на местах, те, у кого остались хоть какие-то деньги, какое-то условное влияние и плюс оружие, захотят им стать более влиятельными фигурами у себя дома. Отсюда и начнутся противостояния. А не потому что к русским пришло понимание о том, что они живут в преступном режиме. Нет, режим их устраивает. Они на этом выросли. Это будет борьба за влияние, за ресурсы, за выживание. И они как раз и будут бороться внутри своей системы, внутри своих армий, внутри своих регионов, да. Но опять же, внутри того режима, который их, в принципе, устраивает. Смена лица режима, это игра для Запада и для нас. Но вряд ли можно перевоспитать сегодняшнюю элиту, и даже те, кто вырос на радиошансон, на блатных песнях, на вот этой культуре, культе смерти. То есть, ну это же невозможно. Поэтому, туда и говорю, вопрос более длительный, более глубинный. Но опять же, он не отменяет, как мы называем, русского народного бунта, бунта беспощадного. Но опять же, если изучать историю, то мы все должны помнить, что ни один переворот в России не заканчивался хорошо для самой России и особенности для народа. То есть, он изменялся только для того, чтобы сохранить империю. Вот с убийством Николая, царя Николая, пришел в Советский Союз. Что такое был Советский Союз? Это сохранение и развитие именно империи России, Российской империи. Но под другим флагом, под другим брендом. Распался Советский Союз. Что начала делать Российская Федерация? Возобновлять свою Российскую империю созданием анклавов, горячих точек и оккупации аннексии тех или других территорий. Но в любом случае, если брать вот эту историю, то в принципе большие риски, что может не измениться ничего, кроме именно бренда и лиц. Поэтому мы должны уже делать выводы не из десятилетней истории, не тридцатилетней, а как минимум трехсотлетней. Потому что, чтобы понимать, как себя они будут вести, это нужно изучать период, начиная с периода Ивана Грозного. А учитывая, опять же, что игру включается в Китайская Народная Республика, то, скорее всего, они воссоздадут Советский Союз номер два, но с центром влияния уже не в Москве, а именно в Пекине. И как будет туда входить Россия или по частям, или одним пакетом, это покажет только время. Вопрос стоит именно только в этом. Туда, скорее всего, войдет оккупированная Беларусь, туда войдет Северная Корея. То есть мы говорим именно вот эти коалиции или формирование вот этого уже повода дела, объединение тоталитарных режимов. И страны с демократическими, да, они же должны это понимать и объединяться на круги ценностей, как мы говорим в европейских, но одной из ценностей, которые должны усиливать демократические принципы, это тот международный трибунал, который будет проводить следствие и судить вот этот режим и военные преступления России против Украины. Уже вошли 32 страны. Значит, опять же, мы понимаем, что забрать Путина, да, и посадить нас с камерой подсудимых из Лукашенко, скорее всего, будет трудно или даже невозможно, но именно сами следствия и сами вот эти решения, которые этот суд будет вводить, да, и оглашать, это должно вставать потом критерием в политике вот этих национальных государств, которые вошли в коалицию именно в этого трибунала. Да, то есть мы должны понимать, на каких позициях и что должно быть в основе идеологии демократических стран. Это тоже очень важно. Александр, большое спасибо вам за сегодняшнее интервью. Все очень четко, по полочкам. Мы будем надеяться, что Россия все-таки станет демократическим государством и хоть каким-то соседом. Соседом будет, но дай бог, что вы говорите. Главное, чтобы мы вступили в НАТО. И опять же, мы должны понимать, что когда и пока есть вот это слово, это государство, в любом его проявлении это всегда будет для нас угроза. И это должны быть помнить мы и следующие поколения граждан Украины и вообще наших западных партнеров в Европе. Вот это просто история, которая должна быть окончательно для того, чтобы просто вещи называть своими именами и уже не делать какие-то иллюзии о каких-то процессах. То есть мы должны понимать сегодня на вот этих процессах, которые Россия делала начиная с 90-х годов, как только появляются намеки, нужно бить очень сильно по рукам. Спасибо за приглашение. До встречи. Слава Украине. Героям слава. Спасибо.